Вот посмотрите, что-то есть. Вообще просто жесть. Такой вот водопад своего названия от местных жителей еще не получал. По крайней мере, цензурного точно. Да и появляется новая достопримечательность поселка Мягзавод только после мощного ливня. Дождевая вода цвета глины стекает с холма водопадом и устремляет свои потоки прямо на домодачников садового товарищества Павловское. Вот прямо под этой калиткой течет к ним сюда, потом переходит вот на этот участок и течет к нам, к соседям. Следующие соседи, вот соседи, следующие и все стоит рыжей водой. А там сверху на холме один за другим стоят два завода. Ближе к краю Евраз Металлым Пром. Чуть подальше Рязанский кирпичный завод. Но рыжая вода стекает только первый год. В предыдущие два была дождевая, говорят жители. И все это время письма летели во все инстанции. Министерство природопользования, природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и другие. Заводу Евразу, префектура наша написала предписание, есть письмо. Они написали предписание о том, что устраните, пожалуйста, проблему. Евраз проблему не устранил и префектура эту трубу просто глиной забила. У Евраза начала топить территорию, они сделали еще один пробой и эта вода все равно идет к нам. Читаем ответ дирекции благоустройства города. Цитата. «Причиной образования излишних стоков может также служить отсутствие или сильное загрязнение системы водоотведения УАО РКЗ». А вот ответ управления по делам территорий города. Здесь виновников сразу несколько. Мол, водопад берет начало в кирпичном заводе, течет через Евраз и в низину, прямо на садоводческое товарищество. Но в потопе винят и дачников. В ответе администрации говорится, что кто-то из садоводов засыпал дренажную систему. Вот вода и пошла в огород. А где-то между этими точками ливневый поток проходит через пласт глины, приобретая свой незабываемый оттенок. Ну вот, в общем-то, гора вон там вдалеке. И откуда-то с нее течет эта струя. Течет-течет вдоль забора и утекает к нам. Сейчас это настоящий круговорот воды. С дождем она попадает на участки СНТ, откачивают ее на свои собственные средства и ждут следующего дождя. Мы продолжим следить за ситуацией и направим свои запросы всем надзорным инстанциям.